Секс-скандал в Европарламенте. Более сотни сотрудников пожаловались на домогательство со стороны коллег и руководителей. Тень упала на полтора десятка депутатов. Сегодня в Европарламенте организовали срочные дебаты на эту тему. И все подробности мы узнаем от Елены Абрамович. Насилие в брюссельском пузыре. Такой проект запустила издание «Политика». С помощью онлайн-формы на правах анонимности газете пожаловались 127 женщин и 11 мужчин, которые работают в евроинституциях. Раскрыли даже историю с изнасилованием в стенах Европарламента. В итоге жалобы прозвучали в адрес 15 депутатов. Руководство парламента назвало это шоком. Коллеги, у меня в офисе работают два человека. Я когда-нибудь затягивала их к себе в кабинет и прижимала к шкафу. Я трогала их зад в лифте. Нет, я никогда этого не делала. Но несмотря на это, здесь, в Европарламенте, это случается очень часто. Это политический мир создан мужчинами, и для мужчин это давно пора изменить. Некоторые коллеги спрашивают, как понять, что я могу делать, а что нет, когда пересекаю эту черту. Все очень просто. Если у вас есть дочь, спросите у себя, хотели бы вы, чтобы так вели себя с ней. Для евродепутатов выпустили специальную брошюру с инструкцией, как себя вести с подчиненными. Предостерегают, насилие может иметь серьезные последствия для политической карьеры. С другой стороны, скандал и увольнение – это то, что удерживает многих жертв от жалоб. В этом парламенте есть комитет, который рассматривает такие дела. И я член этого комитета. Но жертвы боятся рассказывать в таких случаях. Мы не видим картины целиком. Нам нужно гарантировать этим жертвам, что после расследования они не потеряют работу, а еще действовать быстро и применять санкции против депутатов. Имена парламентариев, на которых пожаловались, нужно обнародовать, настаивают некоторые их коллеги. Впрочем, обычно такие дела не разглашают. Между тем, сотрудницы французского парламента рассказали журналистам, давно известен устный черный список депутатов, склонных к насилию. Признались о наличии проблемы и в Еврокомиссии. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.